Добрый день! Сегодня мы рассмотрим с вами новинку на рынке России 2023 года экскаватор-погрузчик Sani BHL-95. Для тех, кто не знает, Sani это китайский производитель спецтехники, занимает четвертое место в мире по выпуску дорожестроительной техники и первое место в мире по выпуску гусеничных кранов, гусеничных экскаваторов и бетонных мешалок. В этом году они представляют новинку специально для России, изготовленную из квадро-погрузчиков. При разработке этой модели обращались к знаменитым брендам, которые представлены на российском рынке, чтобы сделать похожую машину, которая отвечала бы по всем характеристикам и устраивала российских заказчиков. Поподробнее остановимся на каждом элементе. Рабочее оборудование, передний ковш. Челюстной, объем 1 метр кубический. Пришел и приходят они с кромкой, не зубьями, но есть отверстие, где можно поставить, заменить кромку на зубья. Кромка двухсторонняя. Бульдозерная кромка, она также двухсторонняя, здесь и заменяемая. То есть ее не нужно отваривать, выпиливать, когда она износится. Откручиваем болты, переворачиваем, меняем. Сзади челюсти ковша, цилиндры открытые челюсти ковша РВД прикручены непосредственно сразу в цилиндры, а не в трубке, как на некоторых производителях, что упрощает замену в случае повреждения. Здесь стоит защита, которая предотвращает повреждения в случае просыпания материала из ковша. В принципе, все проложено, очень компактно, очень продуманно. Стоит сразу защитная оплетка заводская. С левой стороны по ходу движения гидролитический бак. Здесь также основной вход в кабину оператора. Здесь находится аккумуляторная батарея. Очень удобный вынесен выключатель массы. Не надо постоянно открывать-закрывать. Он находится здесь, снизу, в принципе, защищен от грязи, от попадания лишней влаги. Отсутствуют крылья передних колес. Но это именно на первых машинах в дальнейшем крылья будут установлены. И точно так же отсутствуют зеркала. Зеркала также будут установлены на следующих машинах. В том числе крылья и зеркала мы, как компания тех пор, как официальный дилер, возьмем установку на себя за свой счет. Заднее оборудование, телескопическая рукоять, внешнего движения. То есть не внутренняя, как на многих производителях, а внешняя. Плюсы этой системы в том, что при работе ковшом можно прижимать куски дерева, металла, камней и их убирать из рабочей зоны. К внутреннему телескопу это делать нельзя, так как вся грязь сразу попадет во внутренний механизм. Здесь стоит защита от повреждений. Вот уже ковш касался стрелы, тем не менее защищает основную стрелу. Тумба каретки очень массивно сделана. Здесь чугунная каретка. Стрела имеет форму бананообразную. Огромнейшее преимущество относительно других брендов, в том числе именитых, это двухпоточная гидролиния в стандартной комплектации. Здесь стоит два крана и, соответственно, гидролиния имеет двойное действие. Можно вешать гидромолот, а можно вешать и бур, который будет работать в обе стороны. Освещение фонари вынесены высоко, защищены решеткой на всякий случай. То есть не в этом месте, где постоянно они ломаются, повреждаются, а именно высоко. Возможно, мешает некоторый обзор при сложении стрелы, но сделано вот так вот. Руковой высокого давления. Рабочее освещение в стандартной комплектации светодиодное, как переднее, так и заднее. Здесь топливный бак, металлический. Здесь же, с правой стороны, находятся два топливных фильтра, сепаратор и фильтонка очистки. Здесь место для хранения инструмента, либо шприцальной смазки. На аутриггерах установлены клапаны безопасности, защита металлическая. Размерность колес. Задние колеса 28 дюймов по диаметру посадочного диска. Передние колеса 17,5 дюймов. Высота переднего колеса всего лишь 91 см, что для российских заказчиков, на самом деле, является небольшим значением, которое хочется улучшить. Сани сейчас в поисках оптимального соотношения размерности колес. Мы попросили их устанавливать 20 колес спереди, как это стоит на кейсах 580, как это стоит на GCB 3CX английских, чтобы высота колеса примерно была там сантиметров 100-110. Сейчас с вами рассмотрим кабину, сиденье оператора с подголовником и на пневмоподвеске, стандартной комплектации, обращу внимание. Руль регулируется по наклону, по выносу не регулируется, органы управления, коробка передач, стеклоочетители, джойстик. Коробка переключения автоматическая, с ручным переключением. Какую передачу выставляем, на то и едем. Здесь очень важная функция для всех операторов, это функция RAID Control в стандартной комплектации. У нее есть три режима, OFF выключен, автоматический, который включается при скорости движения более 5 км в час, и включенный, который включается постоянно. Полный привод, аварийка. И, соответственно, по RAID Control ни один из китайских экскаватор-погрузчиков, которые сейчас поставляются на рынок России, этой функции не имеет. Это эксклюзив у Sani, идет в стандартной комплектации. Передний джойстик, сервопривод, как на гудочных экскаваторах. Слева красная клавиша переключения движения, так называемая функция FNR вперед, нейтраль, назад. То есть именно под рукой оператора. Продублировано здесь, как на основных всех экскаватор-погрузчиках. И, в том числе, сделано здесь, как опция, которая идет в стандартной комплектации. Слайдер, отключение челюсти ковша. Здесь кнопки управления. Здесь отключение трансмиссии, чтобы вся мощность шла на гидравлику. Здесь понижение передачи. Со второй на первую при заборе материала. Есть также кнопки с нижней части. Это кнопка включения плавающего режима ковша. Присутствует также в стандартной. Вторая кнопка – это блокировка дифференциала. На данной модели блокировка дифференциала LSD, то есть ограниченное витрение, автоматическая. Эта кнопка, которая здесь вторая, она не используется. Здесь панель приборов. Разблокировка джойстика, чтобы начать работать. Это гидролический ручник. Он электрический. Как на фронтальных погрузчиках. То есть не тросиком тянется, а именно гидравлика. Компьютер, клавиши, освещение, стеклоосистители, мигалка, функция понижения оборотов автоматическая. При неиспользовании джойстика в порядке, там кажется, 10-15 секунд. Разблокировка каретки. Блок климата. Кондиционер. Это обороты. Прошу обратить внимание на компьютер. Компьютер очень информативный, русифицированный. Можно посмотреть очень много параметров. И это все доступно в стандартной комплектации. Рассмотрим заднее экскаваторное оборудование. А у триггера это гидролическая блокировка экскаваторного оборудования, которая фиксирует стрелу в транспортном положении. Левый джойстик, кнопки предназначения отсутствуют, это именно навесное оборудование. В обе стороны работает, потому что линия двухпоточная. Справый джойстик, телескоп и кнопка одна сигнал. Из недостатков данной кабины могу отметить очень мало отсеков для хранения вещей. То есть для вещей, грубо говоря, вот только два места и больше нет. Так как коробка автоматическая, здесь получается свободное место. Ну, я думаю, что придется российским операторам ставить сюда какой-то ящик и в нем хранить вещи. Окна. Передние окна, боковые, не открываются, открываются только двери. Боковые окна распашные. Что слева, что справа. Также открывается заднее стекло, как на всех экскаватор-погрузчиках. Вот так вот это все выглядит из кабины. Также прошу обратить внимание на размер кабины. Я, мой рост метр 74, поворачиваюсь, поместился. Сидение нигде не задело, джойстики не задел. Я бок не задел, поместился. То есть кабина просторная. Для удобства джойстики пододвигаются к себе. И оператор может спокойно их настроить уже под себя. Сейчас рассмотрим с вами подкапотное пространство. Обязательно ставим защитный механизм на стрелу. Здесь перед радиаторной решеткой сделаны такие вот резиновые бампера, которые защищают решетку при столкновении, допустим, с кузовом самосвала. Такая защита идет на всех кейсах. Капот открывается спереди-назад. Двигатель установлен Cummins QSV 3.8, объем 3.8 литра, система Common Rail. Попрошу заметить агрегаты. Например, стартер Mud in Japan, сделан в Японии. Из приятных плюсов, которые я не видел ни на одном экскаваторе погрузчиков, это защитные решетки перед радиаторами, которые достаются таким способом и прочищаются оператором. Такая же решетка стоит не только на интеркулере, но и вот на основной системе. То есть система сделана как на гудочных экскаваторах, когда стоит сетка и защищает радиаторы от попадания грязи и пыли, в том числе и насекомых. Подкапотное пространство очень лаконично сделано, ничего лишнего, все в доступе. Фильтр воздушный, здесь происходит забор воздуха. До любых агрегатов, в принципе, можно спокойно добраться. Сейчас постараемся рассмотреть элементы трансмиссии и их производитель. Трансмиссия здесь полностью ZF. Вот, допустим, шильдер переднего моста сделана в Чехии. Не знаю, видно вам, не видно. Производство Чехии передний мост. Шильд до заднего моста, также ZF, сделан Индия. Коробка передач ZF 4WG-194. Гидравлический насос Kawasaki Made in Japan, аксиально-поршневой. Аксиально-поршневой насос дает очень хорошую производительность гидравлическую. Поток здесь 156 литров в минуту. Так как из-за аксиально-поршневого насоса получается очень хороший отклик на все экскаваторное оборудование, и в том числе и на переднее оборудование. Экскаватор делает по три функции одновременно. Мощности хватает отжимать себя на холостых оборотах. По гидравлике машина получилась очень достойная. Приглашаем всех потестировать у нас на площадке. Ну а чтобы вы увидели сами, как он работает, вставим сюда небольшую вкладку из практики. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...